Здравствуйте, дорогие друзья! Все, недельная глава шмот, книга шмот, новый духовный уровень, новая духовная... Вот мы не видим этого, но мир поменялся, сейчас другая духовность. Духовность действия, шмот это начало действия. Каждый человек очень много может сделать. И вот Машир Робейн, о котором будет практически вся книга шмот, показал, как один человек может изменить мир. Но я хочу рассказать сегодня немножко о другом. Я хочу рассказать, что, в принципе, мы поговорим об этом, и весь выход из Египта, и очень многие потом победы, которые были, связаны с женщинами. Женщинами и Шифрой Пуа не дали убить еврейских детей. Я могу долго продолжать, но сейчас мы не об этом. О роли личности. Есть такая сеть школ Бейт-Яков, она спасла народ от тотальной ассимиляции. Женщин не было никакого возможности приобщиться к каким-то еврейским корням. У истока всей их вот этой вот великой революции стояла женщина, простая женщина Сара Шнирер. Она родилась в 1883 году в Польше. И никакой системы образования для еврейских девочек не было. Обучались в государственной польской школе. Это была полная ассимиляция. Просвещение подобрало под себя вот всех людей. И начали стесняться еврейского языка. И даже когда по-идышу они отвечали по-польски. Сара видела, какой опасный вакуум возник в образовании еврейских девочек. Братья, по крайней мере, были защищены. Они могли зайти учить Тору. Женщин никто не учил. И если бы так продолжалось, было бы, наверное, совсем плохо. Тем временем разразилась Первая мировая война. И Сара отправилась в Вену с потоком беженцев. И вот в шаббат хануги, пишут, она пришла в синагогу. И там выступал раввин, великий такой известный очень рафплеш. Он рассказывал о героической борьбе Матьягу, Хасманаеву, Хане, которая пожертвовала ради веры жизнями своих сыновей. Это была проповедь веры о том, что все будет хорошо. И вот Сара воспламенилась, приняла важное решение. Теперь она знала, чем она должна посвятить свою жизнь. Она вернулась в Краков. И с энтузиазмом начала работать, не имея ни денег, ни поддержки. Просто опираясь на свой энтузиазм, любовь к Богу, она сумела открыть в 1917 году, заметьте, другая революция. Первую школу для девочек. Сняла две комнаты, в одной шили что-то, во второй начали учиться. Она написала брату, он очень известный бельский хасид, жил в Чехословакии, он смеялся над ней, говорил что-то. Потом увидел, что она серьезно настроена, попросил ее приехать. Сказал, что здесь находятся бельские рэбы. Давай спросим. Сара потратила последние скудные сбережения. Приехала, брат передал рэбе записку. Моя жена хочет обучать, моя сестра хочет обучать дочерей Израиля, дуги юдаизма и торы. Решил, что рэбе сейчас скажет, она уйдет. А он отвечает, браховат слаха, благословляю, желаю успехов. Сара вернулась домой окрыленная, 25 ее первых учениц стали тем ядром, из которого развилось движение Байдьяков. В школе, в школе, вообще надо сказать, что относились очень скептически. Говорили, что вот эта швея вообразила себя спасительницей, и кто она такая, она, видите ли, совершит революцию в образовании. Однако первые же результаты обучения девочек по новой программе заставили всех замолчать. Родители просто видели, как в дочерях пробуждается новый дух. Девочки даже разговаривали не так, как ученицы в других школах. Не было грубости и так далее. Ну, блестящие результаты. И, вы знаете, вот эта революция, она чувствуется до сих пор. Смотрите, восстание против могущественнейшей греко-сирийской империи подняла одна еврейская семья в составе 12 человек. Безумие, конечно. Но в их честь победы мы уже более двух тысячелетий отмечаем Хануку. Сара Шнира тоже победила. И ее победа была не меньшая. Это скромная швея, сама учившаяся только до 13 лет, почти в одиночку совершила революцию в еврейском образовании. И когда она умерла, в странах Центральной и Восточной Европы действовало 200 школ бетьяков, в которых посещали 25 тысяч учениц. И плодами ее деятельности мы пользуемся до сих пор. В Израиле, в Штатах, сеть школ бетьяков, это база еврейского образования для женщин. Очень часто внутренний голос говорит нам, не лезь на рожон, ты не справишься, тебе что больше всех надо. Вот это вот недооценка своих возможностей, страх, пассивность. Это наши страшные враги. В действительности мы все обладаем неисчерпанными запасами, талантами, силами, о которых, может, сами не догадываемся. Каждый из нас, каждый, вот каждый человек, это золотая жила, за лишь огромные достоинства. Каждый человек, это огромный вклад. Но мы видим иногда достоинства у других, а в своих мы обычно, мы уже к ним привыкли. Когда Бог велел Маша вывести евреев из Египта, тот сказал, кто я такой, он испугался. Раша продолжил его ответ. Он говорит, неужели такая важная личность, что могу разговаривать с царями? Вот злое начало, дурное побуждение, живущее в сердце каждого человека, поднимает в нем чувство неуверенности. Кто там, как, кого ты хочешь обмануть, ты что, себя не знаешь? Надо помнить, говорят мудрецы, что, однако, в действительности, если мы что-то захотим, Бог нам поможет. Кроме наших скрытых ресурсов, о которых мы порой не знаем всю жизнь, существует и воля Бога. Если Он решит, что нам предстоит нечто совершить важное в жизни, никакие ограничения, противодействия, ничего не помешает. И вот пример этой скромной швеи, основавшей систему, ну, спасшую еврейский народ ассимиляции, это наглядное подтверждение. Вот об этом я хотел сегодня рассказать. Что надо чуть-чуть подумать. Мы очень сильные, очень сильные. Мы много можем. Мы с вами клад. Браха веатлаха.